Лицкий хлебозавод Лицкий хлебозавод Литчины близится к завершению уборки зерновых Поможем всем миром Продолжается сбор средств На лечение 13-летнего лечанина Вадима Ашмианы Надеюсь, у нас все получится Мы будем очень благодарны За любое участие и содействие Определена семья Властелин села Литчины В агрогородке Йодки прошел районный этап Республиканского семейного Сельскохозяйственного проекта Мероприятие получилось зрелищным Ярким, запоминающимся Подробности этих и других тем В ближайшие 20 минут Жатва в нашем регионе подходит к завершению На полях остается менее 7% Зерновых и зернобобовых культур Если погода позволит То закончить уборку Лицкий аграрий планирует В течение нескольких дней Практически завершена она В совхозе Лицкий И сельхозпредприятий Йодки Агра Там работы выполнены на 98 и 97% соответственно В Лицком районе на сегодня Намолочено около 54 тысяч тонн зерна 9 обращений поступило в субботу На прямую телефонную линию Которую провел в Лиде Заместитель председателя Лицкого райисполкома Виктор Пронюк Обращения были разноплановыми Одни просили восстановить льготы По доставке в частный дом сжиженного газа Другие разобраться с доносившимся Из соседней квартиры по сторонним шумам И покосить траву в районе 16 школы И на брошенных участках в агрогородке Йодки Жители дома номер 30 по улице Советской Интересовались формированием тарифов На горячую воду и отопление А дома номер 47 по улице Тухачевского Просили утеплить торцевую стену Их панельного дома Трижды поднимался транспортный вопрос В одном случае прозвучала просьба Пересмотреть расписание автобуса 4А В сторону увеличения количества рейсов Во втором ввести дополнительный маршрут Пассажирского транспорта по улице Свердлова Во время ее реконструкции А в третьем усовершенствовать посадку С остановочного пункта автобуса номер 2 В северном городке Напомним, прямые телефонные линии В Беларуси проводятся каждую субботу 26 августа с 9 до 12 часов В Лиде обращения жителей региона По номеру 52-42-43 Будет принимать первый заместитель Председателя Лицкого райисполкома Продолжается сбор средств на закрепление Успешного результата лечения 13-летнего лечанина Вадима Ашмины Напомним, подростку поставили диагноз Саркома Юинга 4 стадии И несмотря на неутешительный диагноз Немецким медикам удалось добиться Положительного результата Метастазы и опухоли исчезли Однако есть большая вероятность рецидива Вадиму назначен ряд процедур Применение которых требует дополнительных средств Только на лучевую терапию в кратчайшие сроки Необходимо внести около 50 тысяч евро Сейчас Вадим проходит лучевую терапию Она приносит ее хорошо Надеемся, что такое состояние продлится как можно дольше На этой неделе Вадиму добавят химиотерапию Это будет уже не агрессивная, а облегченная химия Капать ее будут по 2 дня Перерывом через 3 недели Хотелось бы высказать огромную благодарность всем Которые распространяют информацию Химия перепостит в интернет-ресурсах Листовку, реквизиты Помогает осуществить сбор средств На сегодняшний день собрана сумма в 16 283 евро Из них за предыдущую неделю 12 785 евро Ну, сбор средств продолжается Впереди байк-фестиваль, лидбир Люди откликаются, предлагают свою помощь Надеюсь, у нас все получится Мы будем очень благодарны за любое участие и содействие Напомним, внести свой вклад в выздоровление Вадима может каждый Для этого необходимо пополнить баланс мобильного телефона, который вы видите на экране Есть в нашем городе общественная организация Без участия представительниц которой Не обходится в регионе ни одно социально значимое событие От благотворительных акций до избирательных кампаний Это общественное объединение «Белорусский союз женщин» Сегодня оно объединяет в своих рядах более 183 тысяч белорусок Чем сегодня живет районная организация и какие перспективы ее развития Мы пригласили рассказать председателя районной организации Белорусского союза женщин Светлану Явудь Сегодня она наш гость Здравствуйте, Светлана Валентиновна Здравствуйте, Алексей Белорусский союз женщин в Лидском районе Одна из самых массовых общественных организаций В состав которой входят 33 первички В чем заключается их работа? Лидская районная общественная организация Белорусский союз женщин Насчитывает в своих рядах 1681 женщину-активистку Вот в чем заключается наша работа? А наша работа заключается в защите прав и законных интересов женщин Семьи, детей В обеспечении достойного положения женщины в обществе И осуществлении благотворительной гуманитарной помощи Вот чем занимаются наши женщины-активистки Светлана Валентиновна, Белорусский союз женщин, как и любое общественное объединение В своей деятельности руководствуется уставом Насколько мне известно, совсем недавно он претерпел некоторые изменения Стал ли устав более гибким и современным, если можно так сказать? Да, более гибким, может быть, и можно назвать его Существенных изменений устав, который принят 7 марта 2017 года И зарегистрированным Министерством юстиции Особых изменений нет Но прописано в уставе Уплата членских взносов Значит, согласно решению Правления Белорусского союза женщин Уплата членских взносов Осуществляется С подачи обязательно заявления на имя нанимателя Удержание и заработной платы 0,1% от дохода начисленной зарплаты Там определен в уставе порядок распределения этих взносов 15% Лидская районная общественная организация должна будет направить в Республиканскую организацию Белорусского союза женщин 15% должна будет направить в областную организацию Белорусских союз женщин 20% остается у районной общественной организации И 50% будут направлены эти средства на первичные организации Согласно протоколов правления Которые будут проходить в первичных организациях Мероприятия, которые будут запланированы Они запланированы у первичных организаций И направлены на благотворительные цели На мероприятия, проведенные в первичных организациях Имеет право 50% от собранных взносов Направлять районную организацию на выполнение мероприятий первичных организаций Если я правильно понял, первички сами будут решать, что и как приобретать? Да, первички сами будут решать, что и как приобретать В соответствии с уставом, естественно, новым И районная организация будет приобретать эти товары И отдавать первичным организациям Не секрет, что благодаря женщинам, занимающим активную гражданскую позицию Успешно решаются многие социально значимые вопросы Какие проекты и акции, направленные на решение проблем семьи Патриотическое и духовно-нравственное воспитание населения Белорусский Союз Женщин будет реализовывать в ближайшее время? Ну вот в ближайшее время идет такая акция Соберем детей в школу К этой акции я думаю и на данный момент И слышу, и вижу, и занимаемся этим вопросом Помощь собрать детей в школу Это одна из акций Дальше Лидская районная общественная организация Будет принимать участие в фотопроекте конкурса Гродненской областной организации Белорусский Союз Женщин Жизнь замечательных семей Задачами этого конкурса будут являться Повышение престижа современной семьи Как важнейшего социального института И пропаганда культуры семейных отношений Социально значимой деятельности семей Что проводилось у нас в Лидском районе Проводился в мае месяце конкурс на лучшую творческую семью Дальше Белорусский Союз Женщин района Принимал участие в благотворительной акции По соображению совести Проводимой под эгидой Лидского телерадиообъединения И с другими общественными организациями Направлена была эта акция На помощь девушке-инвалиду первой группы Нечипар Елене Борисовне На улучшение быта И Лидская районная организация Подарила ей ночной светильник За собранные членские взносы А если заострить внимание на повышение престижа материнства И укрепление авторитета семьи На сегодняшний день Решен вопрос С помещением об открытии музея Семьи В фиалеале Бердовский культурно-досуковый центр Поэтому я прошу всех телезрителей Всех активисток женщинского движения Услышать нас И помочь собрать экспонаты Уже эта работа ведется А что это может быть за экспонат? А вот что это может быть? Это могут быть рушники То есть нужно сказать о том Что музей будет посвящен культуре Свадебных обрядов 60-70-х годов 20-го века Поэтому это могут быть посуда, мебель, украшения Какие-то одежда Рушники Того времени Практически все что угодно Любые предметы быта Да, любые предметы быта Задают вопрос Куда же нужно отнести их Да, улица Победы 37А А телефон можно записать 520249 Это государственное учреждение Лицкий районный центр культуры и народного творчества Поэтому очень прошу всех присоединиться И помочь нам в создании музея, да, семьи Спасибо, Светлана Валентиновна, что пришли к нам в студию Успешной работы и вам, и вашей организации Спасибо и вам огромное Готовясь ко встрече с председателем районной организации Общественного объединения Белорусский союз женщин Светлана Ивудь Наша съемочная группа поинтересовалась уличан Как они считают, хорошо ли, что в Лицком районе Есть такая организация, которая занимается вопросами Семьи, материнства и детства Ну, я думаю, да, необходимое Ну, как помочь? Ну, как-то рассматривать важные проблемы Помогать решать эти вопросы Так вот, думаю, да Ну, в любом случае, поддержка всегда-то хорошо Консультацию можно получить Помощь какую-то Реальная помощь, я думаю Я считаю, что необходимо Потому что женщина, она слабый пол, она нуждается в поддержке Ну, и организация такая активная, я так считаю По крайней мере, у нас тоже она существует И различные конкурсы, мероприятия проводят Наверное, засчитать интересы Всех, кому она нуждается Люди всем помогают, наверное Я считаю, что это надо Честно, мне не приходилось обращаться Но, наверное, может какая-то и есть помощь Конечно, надо За то, чтобы все было так, как положено быть Вы знаете, я сама из Луганска Я считаю, что это очень нужная организация И, в принципе, наверное, во всех городах должны существовать такие Потому что помощь иногда нужна всем Молодые, творческие и трудолюбивые Это о семьях-участницах Ежегодного республиканского сельскохозяйственного проекта Властелин села 2017 Первый его этап Районный наличие не уже состоялся За почетное звание в агрогородке Йотки Поборолись три семьи Сергея и Ольги Кравченко из Белицы Павла и Валентины Ермонтович из Ходоровцев И Василия и Ирины Савинок Из деревни Новицкие-2 Третьяковского сельсовета Кто справился с испытаниями лучше других И стал властелином села В материале Анна Войтулевич Такие разные, но все же похожие Семьи участницы районного этапа Республиканского семейного сельскохозяйственного проекта Властелин села 2017 Собрались в агрогородке Йотки Во-первых, все они проживают в сельской местности И ведут личное подсобное хозяйство Во-вторых, работают на сельскохозяйственных предприятиях Ну и в-третьих, молоды и воспитывают детей Районный этап республиканского семейного сельскохозяйственного проекта Властелин села 2017 Проводится в первую очередь для того, чтобы содействовать закреплению молодых семей на земле Конечно же, еще и для того, чтобы популяризировать сельскохозяйственный труд Сельскохозяйственные профессии Ну и воспитывать уважение у нашей молодежи к профессиям сельских тружеников Семье Сергея и Ольги Кравченко 13 лет Живут в агрогородке Белеца И воспитывают троих детей Десятилетнего Андрея, восьмилетнюю Диану и трехлетнюю Милану Ольга работает в Белецкой участковой больнице А Сергей в Лицком РОЧС Свободное время семья всегда проводит вместе При этом организует свой досуг так, чтобы и детям было интересно И взрослые, чтобы не скучали Любим за грибами ходить с семьей На рыбалку, на лодке кататься Диана наша любит петь, ходит в клуб, поет Ну, Андрей старший сын, любит на рыбалку ходить Технику, технику любит Ну, младшая дочка еще так Радость к папе и маме, младшая Миланка Любит вместе проводить время и семья Ермантович из агрогородка Ходоровцы У Павла и Валентины две дочери Четырехлетняя Ангелина и годовалая Ксюша Супруга до декретного отпуска работала бухгалтером в местной сельхозорганизации Муж занимается подсобным хозяйством Оба деревенские, поэтому к работе в сельской местности приучены с детства Да и другой жизни уже для себя не представляют Не тяжело, наверное, надо просто привыкнуть и адаптироваться Наверное, не тяжелее, чем в городе, если так сравнивать Есть где развлекаться, есть спокойствие, наверное, по сравнению с городом Тишина, хорошо Мы любим отдыхать, мы любим гулять, мы любим на речку ходить, мы любим в лес ходить Выросли, познакомились, поженились, родили детей и воспитывают их в сельской местности Василий и Ирина Савинок Их семье уже 17 лет, старшей дочери Екатерине 16, а младшему сыну Егору 10 лет Ирина работает швеей на одном из частных предприятий по производству мягкой мебели А Василий на свинокомплексе «Прогресс» открытого акционерного общества «Лида Хлебопродукт» Для нас деревня – это родное, здесь хорошо дышится, живется Муж у меня начал заниматься пчеловодством, это помогает нам оздоравливать наших детей Вообще у нас семья такая подвижная, мы очень любим много развлекаться, ездим, организовываем походы, на рыбалки По-настоящему дружная семья вместе может и дров наколоть, и в эстафете посоревноваться, и подделку смастерить Это доказали участники районного этапа республиканского семейного сельскохозяйственного проекта «Властелин села» во время конкурсных испытаний Познакомив членов жюри и зрителей со своими семьями, участники тут же вступили в борьбу Первым состязанием стал конкурс дровосеков Сначала супруги на время распиливали бревно на три одинаковые части, при этом спил должен был получиться ровным, без щепок и полос Затем хозяин также на скорость колол каждую чурку на четыре равные части, после чего супруга складывала дрова Определиться с победителем членам жюри не составило труда, ведь они руководствовались четкими критериями оценки Качеством распила, объемом колотых поленьев, эстетическим видом и устойчивостью склада дров Профессионально к этому делу отнеслась семья Савинковых Она и порубили, они порубили и сложили красивее всех Две семьи остальные, будем говорить, удовлетворительно Не менее зрелищным получился конкурс Сивка-Бурка Здесь супругу необходимо было на скорость запрячь и распрячь лошадь с телегой При этом соблюсти четкую последовательность всех действий Насколько бы сложным не казалось это испытание, справились с ним все, да и лошадь вела себя послушно Не менее забавные конкурсы ждали семей впереди Дети на скорость переносили куриные яйца, мужчины воду, а женщины чугунок Общий результат зависел от стараний каждого Заключительным аккордом мероприятия стала оценка членами жюри творческих и кулинарных работ, представленных конкурсантами Все проведенные соревнования прошли с искоркой и задором, что еще раз доказывает Сельские семьи не только могут, но и любят трудиться Мероприятие получилось зрелищным, ярким, запоминающимся И сегодня каждая из семей доказала, что уже все они давно с гордостью носят звание «Властелин села-2017» По результатам всех испытаний третье место в районном этапе республиканского сельскохозяйственного проекта «Властелин села-2017» Заняла семья Ермонтович из Ходоровцев Второй стала семья Кравченко из Белицы Победителем же названа семья Василия и Ирины Савинок из деревни Новицкие, два Третьяковского сельсовета Они и представят наш регион на областном этапе проекта, который состоится 30 августа в агротуристическом комплексе «Коробчицы» К новостям спорта В 18-м туре чемпионат Беларуси по футболу среди команд первой лиги Лида в субботу принимала Осиповичей Хозяева пропустили гол уже на первой минуте матча, однако в дальнейшем проявили характер и уже к перерыву восстановили равновесие в счете Во втором тайме Лида еще прибавила и к финальному свистку укрепила свое преимущество 3-1 Отметим все три мяча Литчан на счету нападающего Романа Грибовского С 19 очками в активе наша команда располагается на 13-м месте в турнирной таблице А на ледовых площадках страны продолжается матч розыгрыша Кубка Руслана Салея Очередной в субботу провели и хоккеисты Лиды В Жлобине рыцарям противостоял местный Металлург Несмотря на кадровые проблемы, наши земляки оказали хозяевам упорное сопротивление, практически в два раза перебросав оппонентов Однако в завершающей стадии атак точнее были игроки Металлурга Они и праздновали победу со счетом 5-3 Сегодня Лида принимает Гомель Встреча в Ледовом Дворце началась в 19 часов О ее результате мы сообщим в ближайшем выпуске программы события Обращаем ваше внимание, что завтра на нашем канале будут проводиться профилактические работы В связи с этим программы Лидского телевидения в эфир не выйдут Трансляция возобновится в среду И на этом наш выпуск завершен Я прощаюсь с вами До свидания Партнер программы события Лидский хлебозавод Всегда ароматная и свежая продукция Выпеченная с любовью По традиционным и новым рецептам Лидский хлебозавод Лидский хлебозавод